Все, давай, жги. Ох, ребята, что сейчас будет? Ребята, что с весной, блядь, происходит? Я не понимаю. У нас вот это вот сейчас, вот это, что вот вы видите, это выпало буквально за какой день? За вчера. И все. И вот теперь опять зима. Какой-то кошмар. Когда уже все это закончится? Уже официально весна. А мы опять попали в эту ситуацию, когда холодно, блядь, снег, ветер. Опять это все. Ну что ж, друзья. Сегодня у нас по плану, помимо того, что мы сегодня будем просто берлять шашлыком, мы походим по этому райончику, где мы сейчас тусуемся, и посмотрим, какие тут есть кусочки. Какие-то вы уже видели, какие-то вы не видели. Ну, попозже немножко посмотрим, ладно. Потому что сейчас постоим пока, пообщаемся, поприветствуем, почитаем чатик, а потом прогуляемся, когда будет настроение. Ну вот, видите, у нас тоже все потекло, а снег выпал только недавно. Закастымить гитару. Идея классная, но как-то руки не доходят. У меня много чего есть, что можно закастымить, в том числе и гитары. Ну, гитар, наверное, уже нет. А барабанчик есть. Гитара есть? Гитара есть, да. Какие музыканты нравятся? Ой, да разные нравятся, я не знаю. Сейчас все от настроения зависит. Ну, так, типа, по-разному. И тяжеленькое, слушая, но мелодичное. Утром по 2007-му горает. Да, работа. Да, в плане того, что просто работа, масленица. Сидишь в гараже, надо что-то такое. Чтобы и петь потом. В 2007-м черно-белые дни. Кто-то по образованию. Я по образованию, блин, даже сложно сказать. Я вообще учился на финансиста. Я думаю, что буду считать деньги. Работаешь, кем, Володь? Я работаю, блядь, я не знаю, кем работаю. Разнорабочим, короче. В цеху, в кофейном. Тут, короче, на районе есть несколько кусков. Типа, ну, давайте начнем с одного. Сейчас допрусь. Покажу. Сейчас дойдем до кусочка одного. Я его показывал давным-давно на стриме, но мне он очень нравится. Мы его тут рисовали, да. Когда это было-то, блядь, уже даже сложно представить. С одним чуваком прикольным. Слава, сухарь. Команда была, этот, яхт-клуб, я помню. Думал, что они, блядь, весь мир порут. А в итоге взяли и развалились, блядь. Обидно. Обидно бывает такая хуйня. Что вроде думаешь, вот, все, короче. Движ начинается. А потом просто ботовуха берет и сжирает. И все мужики просто творчества. Как-то выживают. Мы дошли. Первый кусман за сегодня. Ох. Блядь, когда мы это рисовали, вот этих деревьев вообще не было. Вы представляете, насколько это давно было? Вот деревья. Вот кусман. Такой стилек у Славы. Яхт-клуб, видите? Вот, блядь, год жалко, не написали. Я помню, что эта щетина, если вы можете рассмотреть, у нее на морде щетина. Мы делали с помощью трафаретов. Пили водку, и нас дико кусали комары. Мил, здесь торчали. Прикольные были времена без заботы, мать его. Вот это один из лучших кусков, которые здесь есть, на мой взгляд. Ну, как бы, если это можно назвать куском. Можно все назвать куском. Куском дерьма. Но не про этот кусок. Вот вам, блядь. Вот вам граффити. Я не знаю. Как-то так. Видно, что за дел был какой-то на более серьезную работу. А в итоге... Или другой чел пришел, либо он просто постеснялся, сделал поменьше, побыстрее. Вот у Райма гаражик стоит. Такой ведь красивенький. Никак мы до него не доберемся. Хотя, мне кажется, надо было его в первую очередь завалить. Тут уже даже подсказочка есть, что тут рисовать. Видите, наверху нос дракара. Можно же было просто там продолжить его картиночкой. И все. И викингов. Я и рисовал этот эскиз. Дико замороченный. И не знаю, мы тут охерели его рисовать. О, сейчас дойдем до этой азиатки. Посмотрим, как она жива. Посмотрите, прошел, наверное... Ну, сколько, полгода прошло, да? Посмотрим, что такое эмаль за 400 рублей. Должна держаться, я думаю. Все как и было. Вот я вам точно говорю. Вот я сейчас смотрю. Никаких знаков того, что коррозия побеждает эту... А, видно, да, кое-где есть. Ну, картинка на месте, короче. И слишком мало лет, чтобы что-то с ней было. Хотя, вот можно посмотреть. Странника того же самого. Вот он уже немножко подострепался. Видно, да? Кое-где. Ну, что, бля, поделаешь? Время идет. Красочка облупливается. Нормальная история. Че уж... Че уж... Жаловаться-то. По крайней мере, никто не закрасил. Так. Вот это вот еще один наш гопничек. Тоже не закрашенный. Но попытки были. Видите, там какие-то красные подтеки у него. Я не знаю, вы, наверное, не увидите. Но через этот сугроб я нахуй не полезу. Так что, извините. Ладно. Мы смотрим на коллекцию Рамача, которую он подготовил для Масленицы. Ну, по одному экземплярчику что-нибудь покажешь. Покажешь? Вот. Топор. Барварский. Барварский. Классический барварский топор. Пошел нахуй, вертел и ушел. С награбленным. С награбленным. Во, это для кого? Это для самых... Для самых маленьких. Для самых отмороженных. Чтобы, знаешь, как-то вот так взял его так вразаное под коленку. Родителей, братьев, сестер. Ну, это как-то не по-русски. Хотя, нормально. Есть вот такой. Это для опытных таких. Ааа. Ниндзя. Для лет. Есть для самых маленьких варваров. Хорошему надо приучать с пеленок. Конечно. То есть, вот представляешь, в коляске еще, да? Вот только на ноги встал и уже бежит вот так вот. Кота пиздануть по жойту там, знаешь, там холодильник там. Куку какую-нибудь мишку. Ну, он должен там приучаться. Есть? Меч. О! Для любителей мечей. Ой. Для любителей мечей. Я люблю мечи. Больше, чем топоры, кстати. Ну, если есть выбор между мечом и топором. Для тебя вот такой взаимодействий будет. Это прям для всем профи. Как и гладиатором себя ощущаю. Как Рассел Кроу. Он же таким рубился, да? Нет. У него гладил с боу. А это Каролинка. Ну, типа Витинского. Обычно одноручный. Ну, обычно одноручный меч. Такой, ну, как раз где-то. Приблизительно не такой длины не были. Хотя, казалось бы, смотрите, вот. Пишут, что у нас такого не было. А что мешает? Это же дерево и просто прямые руки. Мне батя делал подобные. Ну, такие. Я его заебывал, конечно. А хочу еще. А хочу еще. Ну, у меня в свое время было, когда мы с пацанами были еще там, будучи пиздюками, в школе учились. Ну, таких уже там с класса седьмого. У нас также за городом, ну, вот, грубо говоря, наши селы – это город, а вот это лес уже не город. И собирались также, находили доски, пилили, делали там какие-то импровизированные мечи, топоры и бегали между собой, там рубились. Ну, как это там? Типа ролевиков. Такой. Видно? Да. Не знаю. Может, такой. Такой. Классический. По типу Мора. Вот это прикольный. Мне 20... 20... Мне, кстати, 30 лет сейчас исполнится скоро. 31 марта. Мне 30 лет будет. Пиздец. Круто. Пиздец, как круто. Старый уже. Да нихуя. А что вдруг старый? Это, по-моему, для мужчины 30 лет вообще пофиг. Люди там 50 лет себя бодрячково чувствуют. Ну, не в России, конечно, но, тем не менее, как бы, это реально. Дожить там до полтинника довольно бодро. Просто надо как вести себя правильно и жрать правильно, и все остальное. Ну, от генетики, конечно, много зависит. У меня она не к черту, к сожалению. Типа, Володя застал времена в 90-е со скинами, рэперами, скейтерами, остальными тусовками. Если да-то расскажи, имел ли личное дело с ними. И может, состоять в какой-нибудь... Ребята, блядь, мне было... Да ёпта, сейчас расскажу по поводу этого вопроса про 90-е. Ребята, мне было, блядь, я родился в 91-м году. И что я там застал к 2000-му? Мне было 9 лет, какие скинхеды. Все было в 2000-х. Был вопрос, еще я проигнорил по поводу Кадама. Что этот... Не против ли я, что кто-то еще их рисует? Ребята, это не мое произведение, блядь. Это... Я никакого авторского права на них не имею. То есть, я их не продаю. Это самое главное. Использую для личного пользования. Так что, нормально. Все на здоровье, пожалуйста, рисуйте, клейте. Типа, какие проблемы? Ну да, это то же самое, что, мне кажется, из каких-то таких вещей, когда там сделал какую-то хреновину, да, кулончик какой-то был. И кому-то тоже захотелось такое сделать. Блядь, у тебя идей спиздом, да? Да, вообще в любой, в любой стиле. Нажажешь, да? Два мы показали уже. Как бы зайти так. Так, продолжаем. Продолжаем. Два мы посмотрели, да? Мы посмотрели вот этот и вот этот. Да. Есть еще вот такой. Такой. Тебе нравится? Какой? А, да. Мне нравятся все. Обычный? Тычковый. В кс-очку, наверное, кто-то любит играть. Керамбитик. Керамбит. О! Не знаю. Ну, линеечка у тебя широкая, ничего не скажешь. Думаю, дети будут довольны. Но если учитывать, что их здесь всего 70 штук. Мешок. Мешок. Мешок ножей. Мешок ножей. Вот. Так, еще хотел сделать этих. Таких вот. Троянских лосей. Вот. Но у них получается, что... Ну, короче, я ебал очень долго. А, да, там получилось то, что попался не очень хороший щит из дуба. Щит, да, из дуба. В итоге я его пилил, и он постоянно расслабился. А в местах, чтобы не было видно, где он это... Нормально их в шпаклевке щели замазывали. И вот эти места просто берешь вот так вот пальцем хипачкой. Хоп, а, да, ломается. То копыта отваливались, то жопа отваливалась, то голова отваливалась. То еще что-то отваливалось. Они все переклеенные лежат. Смотри, тут спрашивают, типа, давно, давненько хочу прикупить тренировочный нос. Ношу у вас можно купить. Но это не тренировочный, мне кажется, он поломается. Да нет, а почему разница никакой? Спрашивают, ты ножи продаешь, он будет их продавать на Масленице. Там, если что-то останется, то можно и онлайн. Потом остатки допродать, я думаю. Да, можно и заказать, но просто это... Один ножик там отправить на другую часть России, это будет прям... Ну, это надо его сделать, поехать на почту и, в общем, отправить, пересыл, пересыл. Не особо страшно. Ну, да, можно, могем. Онлайн-аукцион. Можно, можно. Может быть, даже на стриме разыграем какой-нибудь. А что, Анатолий, хорошая идея. Может, даже и топорик какой-нибудь, если останется. Это если я буду добрый. Если дети не скупят все, не вооружатся. Да, ну, взрослому, да, нет. Смысл-то в чем? Смысл в том, что они, как бы, делаются несложно. Да, надо просто вот сесть и, как говорится, как сделать, да, выпить из фанеры на вид топора, найти черенок от лопаты, пропилить туда, воткнуть штифты, приклеить, да и все. Просто нынешнее поколение, нынешние дети, они не хотят этим вообще ничего. Давно с папой ромой общаетесь? Ну, как? Да, давно. Сколько уже? Кода четыре? Больше? Больше. Больше, да. Дети просто не хотят делать. Я своего, пытаюсь это, что-то делать. Вон там ножик у него висит, недоделанный уже. Все хотят покупные сразу, готовые. Все хотят все сразу. Все не понимают, что... Не бывает такого, что ты что-то взял, и у тебя сразу получилось. Вот я занимаюсь деревья, и вот с этими козлами ебался три дня. Вот просто вот три дня я их пытался склеить, и мне ни хрена не получилось, я уже плюнул. Ну и вот это, обычно когда я плюю, я все туда в печку засовываю. Но это я не засунул. Ну, значит, надежда есть. Придет еще, может быть, такое, что и дойдет до этого, что сделается. А нынешнее поколение, вот что-то они так, хоп-хоп, пильнули лобзиком и такие, «Ай, не получается, пилка сломалась, да, херня, не буду я этим заниматься, пойду в ТикТок». В ТикТоке, плясай. Слушай, как это точно было сказано, да? И все, а в ТикТоке, ну и ладно. Так что, ребята, нет, не бойтесь, берите, делайте, старайтесь. Только так, мне кажется, будет. У меня в свое время были еще эти. Очень интересная тема. Хватит ли вам усидчивости, так просто на проверку, чтобы для себя и было красиво, там, для интерьера. Есть такой, этот, еще с 90-х, ну и сейчас это все существует, такой завод, называется «Звезда», и они делают модельки всяких разных кораблей, кораблей, танков там и чему-то тому подобного. И коробка открываешь, и там полностью все детальки, и показано, как лего, где-то маленькие деталюшечки откусываешь, и приклеишь, собираешь, собираешь. И вот если взять вот такой корабль, если вот вы сможете собрать от и до, потом в конце его еще можно будет покрасить, то тогда как бы респект. Обычно у меня не хватало, я где-то на половине, на мелких, самых мелких деталях все это бросал. У меня был танк вот сейчас, и Катюш, он до сих пор дома лежит, уже четвертый год, так вот, корпус склеенный, а все остальное... Ух, давайте, ребят, спасибо за трансляцию. Рамыч, давай пару слов прощания. Всем привет. Всем пока. Всем пока. Да.